здравствуйте дорогие друзья с вами на канале самый клёвый сегодня снова палыч сегодня хочу рассказать вам об особенностях ловли щуки в сентябре в октябре и ноябре может показаться что ловля щуки осенью отличается от рыбалки в другие сезоны только объемом улова но это не так опытные рыбаки называют три ключевых особенности осеннего лова давайте разберемся первое щука постоянно меняет места стоянок до в начале рыбацкой осени она выбирает одни области водоема а в разгаре ее можно обнаружить совершенно других а ближе к ледоставу вам снова придется ее искать потому что рыба нашла для себя новые места охоты второе кормовое предпочтение тоже не остается стабильными поэтому приходится использовать различные приманки для ловли в разные периоды осени но и третье активность щуки зависит от времени суток по мере похолодания воды хищник сначала становится более активен после чего постепенно успокаивается но дневной режим меняется не только из-за температуры воды но и зависимости от ряда других условий в том числе немаловажным влиянием оказывает погода в конкретном месте рыбацкая осень условно делится на три этапа и чтобы понимать как действовать во время ловли в каждый из них нужно представлять себе все тонкости щучьего поведения в каждый период давайте будем разбирать подробно давайте возьмем начало осени для рыбалки очень начинается когда вода остывает для температуры достаточной чтобы начался щучий жор это происходит ближе к концу сентября начало октября рыба пока не ушла в это время на глубину поэтому ее можно встретить рядом с зарослями прибрежной растительности просто отлично если вам удастся найти место где сразу за растениями начинается глубина здесь щука охотится на плотву которая по какой-то причине покинула свое укрытие для такой ловли рекомендуется проводка приманки по кромке между зарослями и чистой водой нужно понимать что с берега данная техника не всегда осуществима возле островков травы посреди водоема или реки это тоже важное место для этого места актуален принцип действия описаны выше также в это время можно щука ловить среди коряк на уровне или немного нижней верхней бровки подводная рельефа тоже удачное место для ловли в таких местах рыба прячется пытаясь подкараулить жертву живущие на небольшой глубине обычно добыча хищника становится окунь который пока не закончил охотиться на мелководье на реках щука может стоять у самого берега но лишь при условии что там достаточная глубина и есть завихрение течения также в процессе ловли стоит проверить ямы после перекатов затиски на внутренней стороне поворотов хочу вам предоставить сейчас первую картинку внимательно посмотрите вот здесь вот прямо вот я нарисовал и показано где рыба будет стоять именно в начале осени обратили внимание да эта карта возможных стоянок мест щуки на искусственном водоеме например или на вначале рыбацкой осени либо в устьях реки или в притоках реки внимательно посмотрели да все показано я думаю вы разобрались давайте дальше с приходом осени под водой мало что меняется водоросли еще не успели лечь поэтому рыбе на которой охотится щука есть куда спрятаться все это приводит к тому что охота хищницы не так проста она хочет есть и каждый рыбак должен этим пользоваться голодный хищник будет пытаться взять любую приманку вне зависимости от типа и горизонта действия но при выборе блесны или воблера для осенней ловли нужно уделить особое внимание размеру чем больше тем лучше ведь рыба стремится как можно скорее и плотнее поесть поэтому выбор больших приманок это правильное решение наибольшие и средние приманки тоже дают неплохой результат правда будьте готовы к тому что на них попадутся лишь мелкие особи хотите поймать большую щуку используйте большие приманки правило номер один поэтому запаститесь обязательно крупными приманками к ним относятся цель зерк бейтам огромный там от 20 сантиметров твистерами и виброхвостами также стоит взять с собой поролонки но и конечно мандулы но и не забывайте про большие блесны полезны будут и спиннер бейты это интересная равновидность объемных приманок для ловли на спинник на них несмотря на суразность на вид какие-то не такие но щука отличный клюет именно ващение время отдельно стоит сказать о рабочих горизонтах приманок в данном случае много зависит от глубины в месте проводки если глубина находится в пределах трех метров щуке не стоит не составит труда подняться на поверхность ради пищи но или но если речь идет о больших глубинах лучше отказаться от поверхности проводки при припеть 5 метровой глубине приманка ведут как минимум в трех метрах одна а при 7 10 метров и и еще больше заглубляют это тоже важное правило в результате наживка проходит полуметре одна не стоит забывать что все приманки заглубляются по-своему лучшей стороны себя осенью показали конечно показывает ловля щуки на джиг это тоже берите за правило и джиг используйте с приходом осеннего периода щука активно в течение всего дня на лучший лов можно принести с утренней и лечение рыбной ловли ближе к финалу первого этапа рыбацкой осени наиболее активен клев наступает ближе к обеду большинство щикарей уверены что разгар осени наступает после того как жухнет подводная растительность то есть проходит приходится это перед примерно на середины октября это ведь именно отсутствие растительности вызывает немалое изменение поведение хищной рыбы дело в том что после опада водорослей большинство кормовых объектах оказывается без укрытия поэтому мелкая рыба сбивается в стае и старается спрятаться на глубине щука уходит вслед за ней к этому времени повышается прозрачность воды поэтому хищник становится более осторожен и разборчив в выборе приманок за сентябрь щука успела отъесться что правда никак не связь не сказывается на ее прожорливости это тоже понимаете именно в разгар осени наблюдается самая высокая ее пищевая активность это конец октября начало середина ноября в данный период щуки становятся и не интересны крупные приманки ведь она сыта и более осторожно чем раньше обратили внимание я говорил о крупных приманках они рабочие в начале осени в середине еще раз повторяю в данный период щуки становится не интересны крупные приманки ведь она сыта и более осторожно чем раньше поэтому рыбакам приходится вернуться к средним и мелким наживкам в начале осени хищную рыбу можно было легко приманить поверхности при помощи грамотной игры например поппером или слабо заглубляющими воблерами теперь же лучше отдавать предпочтение глубоководным и даже донным приманкам но стоит оговориться что хорошая погода может обеспечить выхода рыбы на поверхность об этом не забывайте самое разгорожение щука наиболее активно ближе к полудню а погода сильно сказываться на продолжительности клева она сокращается после резких перепадов температуры и увеличиваться во время хорошей погоды после дождя для ловли крупной щуки осенью лучше выбирать безверт безветренные пасмурные дни даже с дождем следующий этап это предзимье ледостав на водоемах происходит не одинаково как вы понимаете в разные годы в разное время льда может не быть до декабря либо уже в конце октября вода моментально покрывается корочка потом снова растет оттает однако ноябрь принято относить к завершающему этапу рыбацкой осени по крайней мере и его первую половину перед ледоставом вся рыба уходит на глубину таких вот такие места рыбаки называют зимовальными ямами именно там надо и пытается ловить но у нас запрещено ловить зимовальных ямах есть конечно места и ямы которые не обозначены рыбнадзором в тех местах этих рыбаки знают конечно это можно но это уже я считаю браконьерство я вас я снова вам предлагаю карту обратите внимание вот на эту карту вот это именно карта стоянка рыбы в предзимье именно эта же карта и уже видите да рыба щука стоит в других местах обратили внимание ну и конечно эту карту можете примерно наложить на тот участок где вы излюблено ловите да или если еще не разобрались и знаете что там щука есть теперь вы уже сможете спокойно понимать где она находится в это время пищевая активность щуки сильно снижается по сравнению с началом осени я имею в ноябре ведь жор завершился хищник сшит а низкая температура воды успела замедлить метаболизм в результате рыба становится пассивной и питается не часто однако в этот период остаются рыбаки которые продолжают использовать спиннинг для ловли щуки не обращая внимание на капризы погоды если прочитать рыбацкие форумы вот тут становится ясно чаще всего данный период используют очень заметные глубоководные паг брякушки несколько похожие на осенние кормовые объекты щуки сюда входят отполированные металлические блестные светлые вобли с ярко выраженным блеском также могут использоваться светлые силиконовые приманки лучше всего выбирать модели с блестками не стоит забывать также про джик так как он дает возможность проверить но опытный рыбак точно знает как заставить мало активного сения щука охотиться для этого берет сразу пару приманок отметим что могут использоваться самые разные сочетания все зависит от выбора воображение и арсенала рыбака не стоит забывать что перед ледоставом щука пассивно а самым активным временно для нее по-прежнему остается полдень также конечно на щука в это время влияет погодные условия во время ловли щуки осенью улов во многом зависит от погоды и атмосферных явлений чтобы выбрать лучший день для ловли щуки осенью придется очень оценить целый ряд факторов к ним относится это давление направление сила ветра наличие осадков облачность лунный календарь прежде чем отправляться на рыбалку стоит конечно прослушать прогноз погоды как мы говорили начало сучьего сезона приходится на сентябрь наступлением осени погода становится очень изменчиво а трофей джебляр может легко клюнуть на блесну или воблер больше всего спиннингистом нужно опасаться ветра дело в том что он влияет на активность рыбы просто при порывах более трех метров в секунду сложно забрасывать легкие например приманки еще большую это трудность представляет прицельность заброса при ловле щуки осенью с берега посвящие например воды кусты или деревья а также заросшие заводи легкие приманки оказываются просто бесполезны при сильным порывах ветра если от рыбалки в такую погоду никак не отказаться просто возьмите с собой блесны масса не менее 18 грамм вне зависимости от вида рыба всегда реагирует на появление ветра ведь с его помощью вода насыщается кислородом поэтому когда вес слабый теплый ветерок щука наиболее активна так удачные рыбалки можно ожидать при юго-западном ветре а северного и восточного наоборот лучше избегать но это общеизвестный факт в полный стиль гораздо проще производить забросы но рыба становится в это время осторожной дело в том что такую погоду она отлично видит рыбака поэтому рекомендуется выбирать для рыбной ловли дни с легким ветерком чтобы скрываться озоркий глаз хищника за мелкой рябью воды поверьте такой ветерок не помешает точным забросам но улов будет значительно больше еще большее влияние ветер на поведение хищной рыбы оказывает конечно давление главное условие удачной рыбалки на спиннинг это стабильность этого показателя в течение нескольких дней конечно трудно ждать хорошего клева когда стоят ясные дни но все равно гораздо лучше чем постоянная смена погодных условий для пасмурной погоды характерны понижение давления именно она обеспечивает хороший клев рыбаки считают что для ловли щуки осенью нет лучшего варианта чем стабильное атмосферное давление в пределах 750-760 миллиметров ртутного столба отлично если такой показатель продержался 2-3 дня но если вам нужна рыба не меньше пяти килограмм придется подождать пока благоприятная погода простоит 45 дня помните что перепады давления всегда негативно оказываются на активность щуки почему так происходит осенью на барометре чаще приходится видеть низкое значение при таких условиях мелкая ребешка прячется на глубине то есть там где обычно охотится интересный нам хищник большое количество пищи делает рыбы более активной ведь вокруг нее много разных разных объектов для охоты хищницы постоянно атакуют у ней она входит в раж в результате она утратила то осторожность и может спутать блесну с настоящей рыбкой это тоже важно знать ну и конечно давайте дальше пока идет осенний жор солнце почти не отражает на активность щуки я о том в какую погоду клевать ясно или в пасмурную рыба берет приманку и в пасмурную и солнечную погоду главное попасть на выход который в осеннее время редко бывает утром поэтому если вы поехали за щукой я не рекомендую ехать за щукой рано утром ближе к 11 часам начинаются поклевки а настоящего клева лучше сдать после 12 дня как бы то ни было рекомендуется идти на ловлю щуки очень в пасмурную погоду ведь холодная вода прозрачнее теплой не стоит забывать что при солнце хищнице легче всего вас разглядеть тогда как облака наоборот помогают рыбаку остаться незамеченными да и при плохом освещении больше вероятности что хищница примет приманку за живую рыбку облачность и давление два неразрывных явления низкое давление обеспечивает пасмурную погоду когда щука клюет лучше всего сожалению рыбака и рыба разные понятия комфортных условиях рыбалки пеннингисту приятнее рыбачить при солнце когда тепло а тучи не грозят проливным дождем хищницы же наоборот удобнее хочется при слабом освещении и давление до 750 миллиметров причем желательно что последнее было стабильнее в течение нескольких дней влияет ли дочь на активность щуки щука наиболее активно реагирует на приманку именно в дочь об этом я уже говорил неоднократно поскольку и заряби на воде ей плохо видно давайте вот тут остановимся задите мне вопрос на каком расстоянии из воды щука видимо скажу до 50 метров щука вас увидит в лодке понятно не забывайте об этом кроме того осадки появляются появляются при снижении атмосферного давления а это как раз уже я говорил как выше залог успешной ловли щуки осенью если три дня подряд идет мелкий дождь то самое время идти на рыбалку есть большая вероятность вернуться домой с хорошим трофеем осенью щука может быть очень активно даже сильный дождь и при ветре до пяти метров в секунду конечно рыбачить при такой погоде не очень приятно но и она того стоит при подобных условиях вода насыщается кислородом она мутнеет из-за грязи попадающие в ней который попадает ней и берегов истица теряет в это время бдительность в непрозрачной воде и плохо отличает воблер и блесну от мелкой рыбешки а поскольку осенью у нее жор именно в такую погоду проще всего заполучить отличный трофей ну конечно тут еще на ловлю трофейной щуки играет выбор спиннинга и снастей об этом я конечно немножко поговорю с вами затрону эту тему если вы хотите отправиться на рыбную ловлю осенью а точнее в сентябре рекомендуется выбрать спиннинг длиной примерно 210 240 сантиметров бланка среднего класса и тестовым диапазоном в пределах 5 25 грамм не больше дело в том что в этом время водоеме остается много водной растительности который не позволяет проводить нормальные дальние забросы лучше всего подойдет средний быстрый и строй удилища ведь подобное знать хорошо для твичинга и прибредной жоне после того как придет похолодание а в 1 а водная растительность пожухнет вы сможете радикально сменить снасти на джиговый спиннинг для дальних забросов тогда рекомендуется подобрать бланк длиной 270 сантиметров за быстрым строем но если у вас нет возможности приобрести сразу несколько спиннингов можно заменить разные модели простыми недорогими спиннинговыми удилищами а именно моделью длиной 240 тестом 10 40 грамм именно эта палка часто становится первой в финале многих рыбаков ведь она позволяет достаточно точно забрасывать наживку и возвращается домой с хорошим уловом заставляет рыбаков главное привыкнуть такому спиннингу и посмотреть тонкости работы с ним здесь вам помогут материалы по ловле щеки очень много на на спиннинге в том числе видео которые очень много выложены в сети возможно позже вы докупите один или несколько фирменных спиннингов но это на ваше усмотрение и ваши возможности отдельно стоит сказать о спиннинговой катушке очень важно чтобы она была высокого качества подходила под класс и строй снасти в качестве лес и для подробно подобной рыбалки стоит выбирать плетенку толщиной 0 1202 миллиметра либо леску сечением не менее 0 25 миллиметров на самом деле при равномерной проводке может использоваться нет любой любой толщины однако и ощущение сильно сказываться на дальности заброса если вы планируете использовать twitching намотайте на спулю лесу минимальному минимального сечения тогда она не будет препятствовать твичинговым рывковым движениям и стороны в сторону кроме того необходимо установить на снасти несколько титановых поводков таким образом вы сможете уберечь леску от перехлёста за тройники ну и конечно выбор приманок здесь тоже играет большую роль не буду вам показывать какие-то большие фотографии выбор приманок очень велик осенняя рыбалка позволяет выбирать среди множество приманок в том числе достаточно больших по габаритам тут есть свои тонкости о котором я говорил выше так со второй половины сентября лучше оказывать отказаться от поверхностных наживок поскольку они становятся неэффективными пользу модели для работы в средних горизонтах воды и ближе ко дну речь идет о силиконовых рыбках разнообразных воблерах также возможно ловля щуки осенью на блесну но добиться успеха не получится если не знать тонкости работы с каждой приманки именно о них давайте речь пойдет далее первое это блесна блесна считается классической и наиболее уловистой приманкой если речь идет об осцени ловле щуки лучше всего использовать ее в окнах где нет растительности вращающие модели подходят для рыбалки на глубине не более трех метров тогда как колебалки рекомендуется брать для более глубоких мест поэтому если вы знаете как работать с теми или иными приманками и на каких глубинах это вам очень поможет в ловле трофей на щуке опытные рыбаки знают что ловить этого хищника на блесну лучше например при равномерном ведении чередуя медленную поработку с достаточно быстрый блесны отличаются тем что не требует дополнительных анимаций ведь за вас все заранее сделал конечно производитель но конечно самодельщики которые свои блесна подстраивают по свой опыт ловли силиконовые приманки их тоже большое разнообразие среди богатого выбора приманок и силикона наиболее распространены это вибро хвост вы с копытообразным хвостом изделие в виде твистера с хвостом в форме серпа приманки в виде червей с удлиненным телом пиявки сосиски каракати каракатицы и прочие модели хищник о котором идет речь обычно отдает предпочтение приманкам с крупными широким хвостом так как именно эта модель при медленной проводки создает иллюзии плавающей рыбки для ловли на небольшой глубине возьмите наживки белого черного зеленого и желтого цветов а для более глубокой рыбалки как нельзя лучше подойдут приводы светло-синих оттенков воблеры и попперы среди подобных приманок самые самыми результативными считаются минову коренку фэту и шеду с рабочей лопастью кроме того для ловли щуки осенью в вашем арсенале должны быть зеркбейты ратлины и из-за их игры в воде появляются волны шум и хищная рыба сразу замечают добычу если вы хотите поймать крупную рыбу подготовьте зеркбейты и приманки типа фэт работа с воблерами не так проста как кажется поэтому для ловли на них нужны некоторые навыки так тогда как кренки обладают заводскими настройками а значит простые в использовании и будут играть если им задать необходимую скорость среди попперов рекомендуется выбирать мелкие приманки по 6-10 см на ней будут клевать щука разных размеров но чтобы заполучить действительно впечатляющие трофеи понадобятся более крупные модели если вы стремитесь обловить большую площадь водоема берите тонущие попперы а для ловли плавающие с разными видами анимации но все же хочу вам сказать что основная ловля щуки должна ловить у опытных рыбаков идти на живца именно на живца щуку называют самой яростной и сильной среди подводных хищников средней палаши нашей страны а поскольку она очень известна на сегодняшний день создана немало разнообразных снастей и приспособлений для ее ловли однако все еще не придумано более надежная приманка чем маленькая настоящая рыбка на крючке вы со мной согласны я думаю да оснастка зерцовой удочки не представляет собой ничего сложного ее легко изготовить в нее входит крепко удилище с кольцами и безнационной катушкой скользящий поплывок больших размеров грузила и поводок с крючком чтобы избежать запутывания рекомендуется выбрать монолеску скользящий поплывок обеспечивает наиболее точные забросы даже когда речь идет о ветреной погоде после того как рыбак выполнил заброс поплывок всплывает и упирается в ограничительную бусинку кстати последний устанавливается на леске соответствии с необходимой глубиной ловли особенно крупных особей щуки являются отдельным направлением осенней рыбалки которая имеет немало своих тонкостей но не стоит волноваться именно осенью для этого есть все необходимые условия гигантскими считаются хищные рыбы весом от 10 килограмм среди уральских рыбаков за такими монстрами даже закрепилось название крокуш или щукодил у нас в удмуртии их называют крокодилами их можно встретить средних и больших реках глубиной от 3-4 метров либо в крупных озерах водохранилищах и даже в не очень больших прудах если вы действительно хотите поймать крокуша лучше выбирать места в удалении от городов но будьте готовы к тому что ловля такого хищника гораздо сложнее чем его мелких собратьев крупная особь гораздо старше а значит имеет немалый жизненный опыт возможно она уже не раз умудрилась ускорбнуть из крючка разных рыбаков а значит ведет себя совершенно иначе как понять что водоеме водится крупная рыба для этого нужно еще летом приступить к наблюдения о присутствии больших особей могут свидетельствовать сильные всплески на поверхности воды на реках их можно увидеть на ямах после перекатов на плесок зарослями травы и немалой глубиной на прудах в теплое время крупная рыба охотится верховьях то есть местах где глубоко и присутствует водная растительность в озерах она выбирает места у берега при условии что там достаточно глубоко и ей заросли также ей по вкусу заросшие заливы то есть места в падении притоков осенью поведение действительно больших особей и их мелких собратьев несколько отличается так гигантов не встретить на средней глубине и мелководье искать такую рыбу нужно на больших глубинах обычно она бывает рядом со стаей леща почему ведь это ее любимая добыча лещ достаточно медлительный при этом очень крупный не секрет что он не любит мелко мелкой воды а с приходом холодов стремится уйти еще глубже и щука трофейная щука старается не оставать от леща понимая все сказанное опытный рыбак не пойдет на крокуша без надежной лодки ему не интересно ли ловля мелкой рыбы с берега пока идет щучий жор ведь можно на большой глубине опробовать самые крупные спиннинговые приманки и вернуться домой с настоящим трофеем не люблю давать советы но сегодня хочу дать 6 советов начинающим рыбакам хотя очень рыба активна а спиннинговая рыбалка приносит хороший улов нельзя забывать о некоторых очень важных факторов именно от них зависит поведение рыбака на воде так необходимо изучить дно водоема глубину а в это вам помогут такие способы первое и холод позволяет получить максимальные сведения при выборе приманки нужно представлять себе особенности предполагаемого места заброса так как ни к чему брать воблер с низким заглублением заброшивая в яму если результат будет то он покажется вам недостаточным второе оцените растительность на выбранном уста участке воды если она еще не опала для ловли лучше всего взять кренки или вертушки выбирайте снасти light или ультралайт если вам попался глубокий участок твердым дном попробуйте ловить джигом на силиконовую приманку третье ловля в корязнике невозможно без офсетного крючка на которые фиксируются силикон противном случае есть все шансы на снасть просто снасть просто зацепиться облов ям их смежных поверхностей предполагает использование колебалок или глубоководных воблеров среди последних лучше всего подойдут джекбейт фэт и шет четвертый совет стоит заранее задаться вопросом о ловле щуки осенью на спиннинг а именно о том как правильно делать проводку дело в том что не стоит останавливаться только на одной тактике попробуйте разные подходы бывает что рыба клюет при быстрых и резких проводках а вдруг других случаях и и привлекает медленные или равномерные проводки пятый совет если одна приманка себя не оправдала поменяйте и можно опробовать даже варианты которые казалось бы вовсе не подходят для этого сезона опыт показывать что иногда в октябре отлично идет ловля на яркую наживку предназначенную для сентября но и шестой совет на одних и тех же участках поведение рыбы с течением времени остается примерно одинаковым старайтесь запоминать а еще лучше записывать места поведения успешно показавшую себя технику если вы еще раз приедете на старое место вам будет проще ведь вы точно будете знать необходимые в этом случае приема и высока вероятность что таким образом вы добьетесь хороших результатов ну и в качестве заключения хочу сказать что индивидуальный подход к месту и времени ловли позволяет превратить осеннюю рыба рыбную ловлю самую продуктивную но здесь мало знать повадки с ней хищника в течение всего года также нужно отлично ориентироваться на водоем и представлять себе все лучшие и наиболее уловистые места дорогие друзья ролик получился очень длинным я просто постарался в него уложить все свои знания и чтобы вам было понятно и интересно надеюсь все получилось спасибо большое за просмотр с вами на канале самый клевый был сегодня палыч пока пока до новых встреч